Всем привет! И в этом видео я вам покажу очень красивую ловушку, в которой мы одним конем громим всю армию соперника и красиво побеждаем. Мы играем за белых, погнали! Мы играем Е4, далее черный играет С6, Д4, черный ставит пешку на Д5, это защита каракана, мы играем конь С3. Далее черный забирает ДЕ, мы забираем конь Е4, и черный играет слон Ф5, нападает на нашего коня. Мы отходим конь Ж3, одновременно защищаемся и нападаем на слона на Е5. Черный слон отходит на Ж6, и мы вводим свои фигуры, развиваемся и играем конь Ф3. Черный играет Х6, хотят, на случай если мы сыграем Х4, Х5 и будем нападать на слона, слон мог отойти на Х7. Это правильный ход. Мы играем конь Е5, ставим своего коня в центр и нападаем на слона на Ж6. Далее черный слон отходит на Х7, они не хотят разменивать нашего коня на их слона, потому что их слон очень сильный и он стоит на открытой диагонали. Из-за этого он отходит на Х7, и мы играем слон Д3. Мы наставим на своем и хотим разменять слонов. И в этой позиции черный делает вот такой вот ход, ферзь Д4. Они забирают нашу пешку, видят то, что пешка беззащитная, а также слон связывает, из-за этого они не могут забирать. И они с легкостью забирают ферзь Д4. Ну и в этой позиции мы делаем вот такой вот ход, конь Ф7. Забираем пешку, нападаем на ладью. Давайте посмотрим, что могут сделать черные. Черные могут забрать король Ф7, а также могут забрать слон Д3. Вот такой вот тоже один сильный ход. Если они заберут король Ф7, то конечно мы играем слон Ж6, даем шаг и одновременно забираем ферзя. И не важно, чем заберут. Черные ходят к слону, ходят к коню, мы просто забираем ферзя. И остаемся с лишним качеством. А также после кони Ф7 они могут не забрать, а сыграть слон Д3. Тогда мы сначала не забираем. СД, конечно, потому что черные забирают король Ф7 и просто остаются с лишним качеством. А после хода слон Д3 мы сначала забираем их качество ладью, конь Х8, потому что слон не может отходить. Ферзь связан. Потом они делают точный шаг. Ферзь Д5 дает нам шаг. Мы играем в слон Д3, прикрываемся вот таким вот образом. И черный слон должен куда-то отходить, потому что иначе мы его просто заберем. Он отходит на Х7, и наш конь тоже уже под... Мы тоже его не можем убрать, и черные просто могут его забрать. Все. И в этой позиции можно сделать такой ход, как ферзь Ж4, чтобы либо отойти конем на Ж6, либо же даже грозит мат. Ферзь С8, и на Ф7 нельзя из-за коня, будет мат. Это такой компьютерный ход. Но в этой позиции я предлагаю сделать более красивый ход. Это ферзь Д8, шаг. Черный обязан забирать король Д8. Мы играем конь Ф7, шаг, и забираем ферзя. Семси с лишней фигурой и выиграем партию. Вот так вот, дорогие друзья. Ну, тут да, у нас не лишний ферзь, но у нас очень хорошая позиция. У нас обе фигуры развиты, также слон развит. Мы можем короля на Е2 поставить, далее ладью на Д1, потом на Д2, и просто выиграть партию. Таким вот образом мы побеждаем. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.